Без воздушных шаров, поздравлений и праздничных застолий. Свой 15-летний юбилей встречает первичное сосудисто-неврологическое отделение Демидовской городской больницы. Встречает в обычном режиме, ведь пациенты с инсультом одни из самых неотложных. За эти годы, за 15 лет мы имеем очень большой опыт по лечению заболевания инсультом. В отделении работает мультидисциплинарная бригада, которая состоит из врачей, врач ЛФК, медицинские сёстры, специалист по социальной работе, нейропсихолог, логопеды, специалисты по глотанию, младшие медицинские сёстры. Как показывает статистика, люди, столкнувшись с инсультом, зачастую теряют драгоценное время и получают тяжёлые последствия. Хочу сказать, что есть такое выражение «мозг – это время». К сожалению, наши пациенты не используют то, что могут использовать. Нужно вовремя обратиться к врачу с первыми признаками инсульта. Четыре часа есть у врача для того, чтобы предотвратить развитие крупного ишемического инсульта. Для того, чтобы оказать эффективную и своевременную помощь пациентам с инсультом, 15 лет назад было создано первичное сосудисто-неврологическое отделение. Первое в Тагиле и одно из первых Свердловской области. Сейчас в регионе таких 23. Персонал отделения насчитывает около 50 сотрудников и состоит в основном из старожил. Среди них медсестра Марина Ивановна. В отделении женщина проработала уже 24 года. «Работа очень сложная, я вам скажу. Эмоциональная. Очень тяжело, потому что у нас возрастной контингент очень разный. Начиная с 30 лет и до 96 лет бывают. И каждому охота, чтобы… Не то, что охота, а мы стремимся, чтобы каждому был свой подход. Потому что инсульт, вы сами понимаете, что бьет сразу же по психике людей. Не то, что по самих пациентов, но и их родственников». За год через первичное сосудистое неврологическое отделение проходит примерно полторы тысячи человек с острым нарушением кровообращения головного мозга. Его сотрудники спасают жизни не только жителей Нижнего Тагила, но и Кушвы, Качканара, Верхней и Нижней Туры и Красноуральска.